новая финансовая система и те криптовалюты а вернее их список которые будут ее поддерживать всем привет с вами криптовки сегодня мы разберем с вами непосредственно криптолист и криптовалют которые будут взаимодействовать с новым стандартом и этот стандарт называется ISO 222 как вы знаете вчера я про нее рассказывал про эту систему да и если вообще вкратце говорить что она представляет то по сути ISO 222 это быстро растущий глобальный язык для обмена сообщениями в сфере международных платежей по сути это улучшение существующей платежной инфраструктуры которая работает медленнее и дороже то есть то что мы имеем на сегодняшний день оно дорогое и медленное а вот то что предлагает ISO 222 это новый стандарт и по сути фрб ищет способы оптимизировать и рационализировать свою платежную инфраструктуру и это конечно же звучит отлично кроме того это звучит отлично для держателей криптовалюты ripple xdc которую мы кстати можем разобрать с вами если вы действительно нажмете много пальцев вверх стеллар которую вы знаете йота ну это монета вещей интернета вещей и алгоренд тоже вам известно поэтому здесь некоторые криптовалюты а именно вот этот список они соответствуют ISO 222 и если вы спросите а что это за монетка xdc ну на самом деле эта монетка находится на 87 месте по капитализации начал она свою жизнь в восемнадцатом году тогда ее стоимость не было и 1 цента и пиковая ее стоимость приходилось на почти 20 центов и действительно монета дала довольно таки хорошее количество иксов торгуется она на практически почти всех биржах но кроме бинанса купить вы ее можете на какой нигде это ее и других биржах сама же монета и сам проект довольно таки интересные и по сути это децентрализованная гибридная функциональная совместная и ликвидная сеть и эта сеть с делегированным подтверждением далее xd и о с а и она обеспечивает гибридные релейные мосты мгновенную завершенность блоков и взаимодействия действия со стандартными обмена сообщениями iso-222 что делает xinfin удобным для разработчиков гибридной архитектуры то есть для сравнения есть эта монета и есть bitcoin и эфириум ну как правило сейчас уже bitcoin считают устаревшим а его конечно транзакция в сети доходит до 15 долларов и порой выше а по поводу эфириума конечно же здесь написано что комиссия 10 долларов но на самом деле как вы знаете месяц назад два месяца назад да и вообще на протяжении последнего времени комиссии эфира доходили даже свыше 100 долларов за транзакцию и конечно же начисление эфиров не было таким быстрым она была до 30 секунд также у биткоина это длится до 60 минут но эфир имеет конечно же смарт-контракты в отличие от биткоина и также имеет смарт-контракты эта монетка кроме того у него у этого проекта преимущества таковы что он имеет 2000 плюс транзакции в секунду комиссии составляют ниже 1 1 цента практически ничего и здесь за 2 секунды появляется подтверждение начисления денежных средств то есть перевода монетки и также эта монета немаловажным она поддерживает смарт-контракты поэтому потенциально эта монета конечно же нацелена на то чтобы конечно же ну скажем так взаимодействовать и конечно соответствует стандартном обмена сообщениями ISO 222 что делает Ximfin удобно для разработчиков гибридной архитектуры говоря про другие монеты вы их знаете это ripple ripple стоит на 8 месте по капитализации монета все это время сохраняется в топ-10 напомню вам что сам ripple xrp сама монета она начала свою жизнь в тринадцатом году да и торговка раз торговка этой монеты было уже активная в семнадцатом году тогда монета достигла хайпа но сейчас данная монета потихоньку выходит из своей зоны накопления можете посмотреть позапрошлый ролик я там разбирал что зачастую монетам требуется три года в частности это требовалось время биткойну чтобы выйти из накопления и пойти выше а по поводу покупки монеты то определенно было видно что киты покупали ее активно около девятнадцати центов за одну монету говоря про другие монеты xdc понятное дело что мы с вами ее разобрали то есть сейчас монета скажем так не в самом худших положении и имеет конечно потенциал роста если вы проголосуете и поддержите видео лайком то мы разберем ее технически и вдоль и поперек также третья монета это стеллар люмин но на самом деле ни для кого не секрет что это за монета монета творения джед маккалиба который ранее ушел из проекта ripple до тукина xrp и сейчас данная монета у нас тоже не в самых лучших кондициях но и не самая низкая цена должен признать за монету сейчас она тоже поддерживает этот стандарт новые и будет поддерживать поэтому потенциально вы можете ее купить ну и также две монетки остаются это йота йота это монета которая тоже довольно таки длительное время присутствует на рынке по сути там они это представляют собой на проект интернет вещей да и сейчас она на 46 месте по капитализации здесь мы видим что на самом деле йота сильно-то и не росла по сути да и сейчас ее там цена около доллара принципе тоже можно рассмотреть покупку и и определенно хайп был самым максимальным больше 5 долларов за монету поэтому здесь определенно тоже можете обратить внимание на эту монету и конечно алгоренд то есть монета которая тоже многим известно большую часть популярности она начала конечно же на самом деле на слуху приносить именно в двадцать первом году двадцатом году я тоже про нее слышал но не сильно вдавался подробности и вот сейчас монета спустя длительный срок она торговалась кстати тоже около 19 центов очень интересное совпадение как и с риппл xrp и вот сейчас монета торгуется около двух долларов а вернее доллар и семьдесят пять центов и и определенная хай за последнее время был 2 доллара 37 центов поэтому монета не сильно упала да и потенциально тоже можно ее рассмотреть к покупке поэтому это пять монет которые поддерживают и которые будут взаимодействовать с айс о 222 что такое я вам рассказал да и на самом деле это действительно очень и очень интересно по сути это обновление призвано уравнять правила игры для цифровых валют во всем мире однако централизованно можно использовать только те цифровые валюты которые соответствуют айс о 222 те монеты которые я перечислил они соответствуют и здесь нужно отметить что здесь конечно же многие крипто энтузиасты отмечают что криптовалюты должны быть децентрализованы но это не всегда так да и по сути здесь конечно же на самом деле данные монеты если вы холдер на самом деле это никак не повлияет централизована она или нет главное что она соответствует этим стандартам и то что это первые претенденты на памп при внедрении непосредственно вот этого нового стандарта пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу всем до всем пока и до новых встреч